Промышленное производство – основа экономики городского округа Щелково. Даже в непростое время наши предприятия не только выстояли, но и сделали большой шаг на пути развития. Многие занимают лидирующие позиции на рынке, показывают пример дела успешного, работающего на благо развития муниципалитета, региона и всей страны. О таком нужно говорить. Делегация во главе с уполномоченным по защите прав предпринимателей Владимиром Головневым посетила сразу два щелковских предприятия. Первая встреча прошла в русской бокалейной компании и дочернем предприятии ООО «Колви». РБК – один из лидеров на рынке производителей специй, пряностей и приправ. В состав делегации также вошли президент Торгово-промышленной палаты Московской области Денис Французов, первый заместитель главы администрации муниципалитета Ирина Гуреева, председатель окружного совета депутатов, президент Щелковской торгово-промышленной палаты Мария Тарасова, щелковский городской прокурор Иван Денисов. С руководством компании обсудили результаты работы и планы развития, осмотрели производство. Бизнес-сообщество ориентируется на флагманов, на лидеров. И сегодня здесь, находясь на предприятии РБК, мы видим ту положительную динамику, которая есть. Для роста любого предприятия должно быть три фактора. Первое – это финансовая составляющая. Второй фактор – это составляющая, связанная с рабочей силой. И третье – с производительностью труда. Данная компания принимает участие в программе, именно бережливое производство, которое в целом замыкается на производительность труда. Мне кажется, это тот конер, в рамках которого сегодня должны идти все компании. На сегодняшний день здесь работают более 400 человек, преимущественно щелковцы. Новой вехой в истории предприятия стало расширение площади для производства и административного корпуса. Вместе с тем компания установила новые инженерные сети, включая газовую котельную и электроподстанцию. Работы велись несколько лет и сегодня близятся к завершению. Полностью перестроили производственные цеха, поменяли производственную логистику. Нам позволило это в два с половиной раза увеличить производственные мощности. То есть, если мы еще пять лет назад производили порядка 250-300 тонн общей продукции, то на сегодняшний день мы производим порядка 1200 тонн. Во многом, благодаря участию в региональных и федеральных проектах поддержки бизнеса, к плодотворному сотрудничеству, взаимодействию с властью муниципалитета, администрации, советам депутатов, прокуратурой и, конечно, благодаря ясной стратегии. Планированию удается занимать лидирующие позиции. В планах у компании рост, который должна обеспечить и новые производственные площади. Строительство планируется начать в следующем году. Завод также будет расположен в Щелкове на улице Заречная. В этой же промзоне один из своих масштабных проектов планирует реализовать и компания «Пластмасс Групп», ведущий производитель сверхвысокомолекулярного полиэтилена высокой плотности, высококачественных листовых полимеров, полиуретана и полипропилена. Возможность сделать еще один важный шаг на пути развития появилась благодаря региональным мерам поддержки. В программе импортозамещения, в частности, аренде земельного участка для размещения импортозамещающего производства по ставке 1 рубль. Благодаря администрации города Щелково, они нам помогли получить землю за 1 рубль, что очень помогло нам. И там мы хотим построить два цеха, 13,5 тысяч квадратных метров, где будут установлены пресса по переработке той продукции, которая будет в купавне делаться. Это направление очень важное, за что мы очень благодарим администрацию Щелково. От кухонных досок до элементов космических аппаратов. Полимерные композиты применяются практически везде, в том числе в медицине, также в химической, горнодобывающей, нефтеперерабатывающей, атомной промышленности. В месяц компания выпускает порядка пяти тонн продукта. Мы видим, что наши предприятия, наши умы могут вполне себе заместить очень сложные технологии. И это делается успешно. Те меры, которые поддержки оказываются, они действительно эффективны. И в том числе через общение с руководством предприятий мы, как говорится, сверяем часы, смотрим, что еще можно сделать для того, чтобы такие предприятия развивались, двигались дальше и появлялись, конечно, новые производства. Вот это сегодня главная цель. Анна Балиет, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.